Хэшки ребятушки, с вами Яна Курушка, и да, это снова эта рубрика. Сегодня у нас же опять очень необычный игрок Counter-Strike. Сегодня мы возьмём интервью у девушки читера. Зовут её Аня, живёт она в Самаре 16 лет. Ну что ж, думаю получится очень даже интересно. Поехали! Привет, Аня, ты очень необычный гость нашей рубрики. Вопросы, конечно, будут, возможно, немного странные, и не так, как в прошлом интервью. Ты готова? Ага. Ну хорошо, начнем с того, как ты вообще узнала про CS GO и как начала играть в неё? Ну, я сначала начала играть в CS 1.6, на неё меня подсадил брат, в CS 1.6 я играла где-то 2 или 3 года, потом перешла на CS GO сразу, в СУС, то есть не играла. То есть тебя брат подсадил? Ну, я смотрела, как он играет, и мне как-то понравилось. Ну, смотри, до того, как ты начала читерить, какое у тебя было максимальное звание в CS GO? Лем. Что тебя подтолкнуло на то, чтобы юзать читы, и вообще, какие были твои первые опыты с читами? Первые опыты, так, ну, подтолкнули, конечно, наверное, как и большинство людей, играющих с читами. Это читеры вот эти со спинботами, по рейджу идущие. Я тогда не знала, что это такое, и первый чит у меня был Уднайт. Получала ли ты как-нибудь в Акбан, вот когда ты только начала юзать или там эти патрули? С этого года у меня отлетело пять аккаунтов, три из которых отлетели за читы от Васьки. Ну, может, кто-нибудь знает, это, опять же, приватный, ой, паблик софт. Там прилетели ненадежные. Это было прям с самого начала, как я начала прям играть. Ну, почти с самого начала. Потом у меня первый чит был Уднайт, может, тоже кто-нибудь знает, приватный чит. Там был один детект, и вот как раз-таки я купила чит, и через два дня был детект. Поясни зрителям, что такое детект. Детект — это когда чит, ну, детектите, я не знаю, как это объяснить, и всем его юзерам прилетает в Вэлф Античит. Желтенькая табличка. Не Вакбан, не глобальная блокировка, а Вэлф Античит. Смотри, у тебя, брат, продает читы, пользуешься ты этим моментом как-нибудь? Там, например, бесплатная подписка или еще что-то? Нет. Ни в коем случае. Потому что... Я не знаю, почему. Хорошо, долго ли ты уже используешь читы, и, исходя из прошлого вопроса, какие ты читы вообще используешь? На данный момент у меня есть подписка на Миднайт, на Интервебс и на Эмвар, и все. А как давно ты пользуешься читами? Два года. А в CSGO ты сколько играешь? В CSGO играю где-то два с половиной. Какие функции читов ты используешь? Ну, когда иду катать по легету, я использую банихоп. Вот как раз-таки за это мне и прилетел первый мой кутруль, который был один раз за два года. Потом волхак, именно чамсы, не боксы. Ну, а имбот я не юзаю, именно когда иду по легету. А по рейджу? Ну, а по рейджу, автопистол, сайлент, перфект автовал, это именно в рактваре. Ну, автошот, ну, и антиаимы. Как думаешь, какие проценты читеров из общего количества игроков играют на праймах и без праймов? Часто ли ты попадаешься против читеров, и как ты вообще их распознаешь? Ну, мне кажется, больше играют на нон-праймах, именно, ну, потому что у меня есть аккаунт сейчас с праймом, и там из десяти игр мне ни одна катка против читеров не попалась. А именно как распознаю, ну, когда, вот, допустим, иду по рейджу, на такие, типа, о, первые слова их, типа, о, рейджер, типа, всё. А потом, ну, это очень легко их распознать, потому что они просто начинают простреливать сквозь стены, просто префаерами. Смотри, а что ты делаешь, когда, вот, допустим, ты играешь против читера? Может быть, там репорт кидаешь, или, там, наоборот, плюсик в репутацию? Нет, просто ничего не делаю, репорт не кидаю, закрываю на это глаза, потому что меня тоже могут за репорти. В основном, если по рейджу, может, кто-нибудь знает, может, кто-нибудь катает ХВХ именно, там договариваются, чтобы репорты не кидать. У меня уже после ХВХ привычка репорты никому никогда не кидать. Дальше такой вопрос. Чувствуешь ли ты какую-то вину перед обычными игроками, и мучает ли тебя вообще совесть? Нет, никакой вины не чувствовала, но сначала, когда я играла, вот, в самом начале с читами от Васьки, была какая-то доля того, что я тоже иногда попадалась перед тем, как покупать читы против читера, и меня это тоже немного бесило. Так что вначале чувствовала, а сейчас нет. Ну что ж, я думаю, на этом мои вопросы закончились. Спасибо тебе, конечно, что ты ответил на мои вопросы. Можешь что-то ли ты пожелать моим зрителям? Ну, конечно, могу пожелать удачных каток, чтобы катки не сливали, и чтобы против вас читеры не попадались. Всё. Хорошие пожелания. Ну что ж, тогда спасибо тебе ещё раз за интервью, попрощайся со зрителями. Ну, пока. По оригиналу я ничего не могла придумать. Да, ребят, не читерите, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok